Отлично. Во время презентации мы сегодня поговорим о том, что такое хорошая визуализация, о каких-то основных принципах, что такое табло, в чем он хорош, а также мы рассмотрим пример, как мы на практике его применяем и с какими проблемами и недостатками мы столкнулись и как мы их решаем. И также поговорим о перформансе, скорости. Я думаю, тот, кто работал с большими данными и с визуализацией, всегда сталкивался с этим вопросом, и часто это становится не просто вопросом, а еще и проблемой. Давайте, если рассматривать визуализацию в целом, я бы хотела разделить две части. Одна часть – это инструмент визуализации, с помощью которого мы, собственно, строим наш дизайн. А другая часть, которая является тоже немаловажной, это сам дизайн. Как мы отображаем наши данные. Прежде чем начать работать над самим дизайном, нужно необходимо ответить на несколько вопросов, очень главные. Первый вопрос – это какова цель. Какова цель моей визуализации? Что я хочу рассказать? Какую историю я хочу донести? Это какая-то история. Я хочу вызвать какую-то эмоцию. Либо же я хочу обратить на что-то внимание свою аудиторию. Либо же я хочу, чтобы результатом моей визуализации было какое-то действие. Тут мы должны понимать, что мы хотим от нашей аудитории. А вторая часть – это, конечно же, кто является нашей аудиторией. Как хорошо человек, люди понимают предметную область. Либо же это что-то совсем новое. Понимая и отвечая на эти вопросы, нам лучше будет понять, что мы хотим показать, как нам это показать и какую историю мы хотим рассказать. Давайте по поводу истории рассмотрим два примера визуализации. Это абсолютно одни и те же данные. Тематика не очень позитивная. Это анализ смертей в Ираке. Но визуализация сама очень наглядная. Если посмотреть на левую часть, то тут цвет и расположение графика вызывают у нас какую-то эмоцию. Сразу ассоциация возникает. Мы начинаем как-то сопереживать. И эмоционально мы воспринимаем ее визуализацию лучше. Если смотреть на правый график, то тут цвет и расположение довольно-таки нейтрален. И если мы посмотрим на график, снижение идет. И посмотрим на название. Наблюдается положительная тенденция. То есть, в принципе, тут расположение графика, цвет и название абсолютно поменяли историю, ту, которую мы доносим до нашей аудитории. Но это все, конечно же, субъективно. Интересно понять, на что фокусируется аудитория и как человек, который первый раз видит ту или иную визуализацию, смотрит на эту визуализацию. На что он обращает внимание. И Табло на одной из своих ежегодных конференций провело такие исследования, айтрекинг, в котором они исследовали, на что смотрит глаз, на что смотрит аудитория, первый раз увидев ту или иную визуализацию. И, в принципе, результаты показали, что аудитория очень обращает внимание на большие цифры. Особенно, когда они находятся, конечно, вверху. Когда цифры переносили вниз, уменьшали, увеличивали размер, показали, что перенос вниз сразу меняет показатели, аудитория намного позже замечает эти цифры и фокусирует на них внимание очень недлительное время. Точно так же важен размер, потому что он должен быть соазмеримо больше, чем что-либо другое на визуализации, чтобы обращать внимание. Потому что если это будут цифры, но они будут довольно-таки маленькие, может, их никто особо и не заметит. Ну и в основном тенденция, конечно, что аудитория смотрит с левой верхней части и самый большой фокус аудитории в левом верхнем углу. Если посмотреть на правый, то это такая серая зона, в которую можно размещать какую-то дополнительную информацию, не такую важную, не ту основную, которую мы хотим донести и сфокусировать внимание. Это что касается визуализации. Как только мы поняли, что мы хотим показать и какую историю мы хотели бы рассказать, мы прошли дизайн-фазу и мы начинаем, собственно, эту визуализацию имплементировать. Что касается средств. Есть такая компания, Gartner, это консалтинговая исследовательская компания, которая занимается технологиями, маркетом технологий. И они выпускают так называемый магический квадрант, в котором они анализируют рынок тех или иных технологий. В данном случае мы смотрим на технологии по BI и визуализации. Этот квадрат разделен на четыре части, одна часть представляет собой лидеров. И в лидерах уже три года неизменными являются клик, Power BI и табло. Они немножечко, конечно, в течение этих трех лет меняют свою позицию в лидерстве, но остаются лидерами. Что касается табло, табло уже шесть лет в лидерах как инструмент для визуализации. Чем же табло так хорош? Безусловно, табло хорош тем, что это довольно-таки простой инструмент для визуализации. Чтобы построить какие-то графики и собрать это в визуализацию, не нужно никаких больших технических знаний. Очень интуитивный интерфейс. Все основано на drag and drop. Очень много подсказок. Какие-то элементарные функции, такие как сумма, среднее значение, процентное значение. Это просто как параметры, которые вы можете выбрать в дропдауне. Список графиков самих, он довольно-таки стандартный, но он довольно хорошо позволяет отобразить ту или иную визуализацию. С точки зрения калькуляции, язык калькуляции что-то среднее между Excel и SQL. И там очень много подсказок, которые помогут вам разобраться, что это такое, разобраться с пунктуацией и разобраться с конечным результатом, который у вас получится. Очень табло позволяет вживую присоединяться к многочисленным средствам, источникам данных. Это от Excel до каких-то баз данных и облачных сервисов. А также он очень удобный в плане того, что я очень просто могу запаблишить это на сервер. И все, кто имеет доступ к этой системе, может воспользоваться, может увидеть, может скачать себе, отредактировать. Тут вариация. Как мы используем табло? Наш проект – это, во-первых, домен USA Health Care. И мы анализируем результаты опросов пациентов, которые посещали больницы. Это в Америке очень распространенная тема для больниц, и это очень для них важно, так как один пациент и его семья на протяжении всего его жизни – это сотни тысяч и даже миллионы долларов для больницы. Поэтому они очень обращают внимание на то, доволен ли пациент, лоялен ли он, будет ли он рекомендовать эту больницу другим своим друзьям, либо же коллегам. Мы используем табло, встроенное в наше веб-приложение. Это позволяет нам контролировать очень много функций на нашей стороне, а также расширять эти возможности путем нашей разработки уже сверху на табло. Мы берем источник данных и с помощью ETL трансформации преобразуем их в тот датамарт, который нужен нам, который нужен конкретной визуализации, оптимален для нее. Также для датамарта мы используем вертику как источник данных, и там мы присоединяем табло в живом режиме, в Live Connection. Как это выглядит? Это выглядит вот таким вот образом. Это наше приложение, в котором табло является внутри этой части визуализации, и вокруг это оболочка, которую создаем и разрабатываем мы, что позволяет нам контролировать очень много функций. Мы вынесли меню, мы вынесли параметры, которые у нас довольно-таки специфические, и вынесли какие-то юзер-настройки и так далее. Чем же табло не так хорош? Мы столкнулись с некоторыми примерами, когда табло не очень хорош для использования, и мы решили это разными способами. Первый пример – это таблицы. Если ваш конечный результат или ваш запрос – это создать таблицы, и конечный результат, вам нужно получить какое-то количество таблиц, то табло не лучший инструмент для создания таблиц. Конечно, он позволяет, вот как в этом примере, он позволяет построить таблицы. Это могут быть большие таблицы, маленькие. Но тут есть много «но». У нас нет возможности… Это будет простая таблица, простой layout, без возможности каких-то сегментаций, без возможности добавления каких-то функциональностей в хедер. У нас будут проблемы с сортировкой, у нас могут быть проблемы с перформансом, потому что табло не очень хорошо работает с таблицами, и в зависимости от того, какая величина вашей таблицы, табло будет… Тут вопросы с перформансом однозначно будут. Что мы предлагаем? Не используйте табло. Либо же используйте его только для экспортов. Если вы знаете, что пользователи будут использовать этот репорт как экспорты, окей. Но если вам нужно визуализировать, лучше не использовать табло, как вот в этом примере поступили мы. Тут мы контролируем и какую-то функциональность, мы можем добавлять какие-то экшены, мы можем добавлять какие-то цветовые решения, хайлайты. В данном случае лучше табло не использовать. Второй пример такой – это экспорты. К сожалению, у табло экспорты очень ограничены, и они предоставляют не совсем ту информацию, которую мы ожидаем и которую мы бы хотели предоставлять пользователям. Например, если мы говорим о экспорте в CSV, то там могут возникнуть какие-то дополнительные колонки, дополнительная информация, более техническая, с помощью которой вы, собственно, построили этот график. Но вы не хотите, чтобы пользователи видели его. Но, к сожалению, табло его покажет. А с точки, если говорить о PDF-экспортах, то тут просто вы получите картинку. Если у вас есть скроллы, если это большой график со скроллами, то вы получите в PDF, вы получите картинку со скроллами. Также тут нет никакой кастомизации. То есть если вы хотите добавить логотип, либо вы хотите добавить какую-то дополнительную информацию, табло это, к сожалению, не поддерживает. Что делаем мы? Мы разделяем наши графики таким образом, чтобы основная часть была без кролла. Если у нас есть длинная часть, мы ее выносим отдельно и экспортим как отдельный чарт. А табло работает очень интересно, когда это один чарт, один график. Табло позволяет его экспортить, и он экспортит его в полном размере, и он разделяет его на несколько страниц, и он показывает его в полном размере. Но если это визуализация, комбинация нескольких чартов в одной визуализации, он вам экспортит это со скроллом. Мы воспользовались этой возможностью разделить какие-то дашборды на отдельный чарт и кусочек дашборда, и с помощью… Мы использовали PDF-шарп, но можно использовать любую другую библиотеку, которая вам подходит. Комбинируем эти экспорты с помощью табло API. С помощью табло API мы их вызываем и комбинируем с помощью библиотеки. И тут же у нас появляется возможность добавлять какую-то кастомизацию, добавлять логотип, добавлять пейджинг, добавлять какую-то дополнительную информацию, примененных фильтров или там whatever, что вам нужно. Давайте теперь немножко поговорим о скорости. Как я уже говорила, все, кто работал, я думаю, с визуализацией, сталкивался с этим вопросом, с этими проблемами. С табло они, к сожалению, тоже возникают, и нет какой-то одной, одного способа, одной кнопки, которая может улучшить эту проблему, этот вопрос. Тут важно понимать, из чего сама скорость, сам перформанс состоит. Если мы посмотрим, то табло однозначно взаимодействует с каким-то источником данных, поэтому нужно учитывать, что табло тратит время на то, что он загружает визуализацию свою, потом отправляет запросы, запросы происходят на стороне источника данных, и потом уже какой-то результат возвращается в табло, и табло это визуализирует. Если говорить про performance, с чего начинать? Однозначно, конечно, нужно начинать с дизайна самого дашборта, то есть дизайна векбука. Количество чартов, количество view, количество точек и количество каких-то детальных параметров, которые вы применили, они все влияют на скорость. И тут, если вы столкнулись с такой проблемой, то нужно начать с того, что вы пересмотрите вашу визуализацию. Может, ее как-то можно упростить, может, разделить на какие-то части, либо же просто разделить. Что идет дальше? Дальше идут ваши калькуляции, которые вы, собственно, применили в табло. Однозначно, если мы будем считать количество строк, простой каунт, либо же это будет какое-то уникальное количество, distinct каунт, мы понимаем, что distinct сработает дольше, он будет выполняться дольше, чем обычный каунт. Поэтому тут нужно следить за тем, чтобы использовать более оптимальные какие-то калькуляции, которые подходят вам. Ну и в данном случае можно пересмотреть ваш источник данных. Может быть, таблица, которая у вас внизу в вашем источнике, может гранулярность ее поменять, чтобы вам не использовать какие-то сложные калькуляции, либо же калькуляции вообще вынести в УДЛ, в трансформацию и просчитать это уже в источнике, если это, конечно, возможно. Дальше идут сами запросы, которые отправляет табло. Табло, вы делаете какие-то калькуляции, вы делаете какую-то визуализацию, табло это преобразует в свои запросы и отправляет их в ваш источник данных. Тут тоже, в принципе, можно контролировать эту часть. Понимая, какой запрос, какой запрос табло отдает источнику данных, вы можете так или иначе повлиять на него. Дальше идет сам источник данных. Если он у вас долгий изначально, тут не будет никакого удивления, если табло с ним будет очень долго работать. Тут нужно либо же переходить и использовать какие-то другие источники, либо вот как табло, в принципе, сейчас рекомендуют использовать экстракты внутри табло. То есть вы экстрактите с каким-то промежутком времени в табло всю информацию, табло уже внутри работает с ней. Если, конечно, обновление данных у вас не такое часто, и это вам позволительно. также кэширование – это тоже как один из моментов, который может улучшить скорость работы. у табло есть, в табло-десктопе есть довольно-таки хороший инструмент анализа вашей скорости, вашего перформанса. Он очень прост в работе, он запускается, называется performance recorder, он запускается, вы ходите, открываете дашборды, он все это записывает, и потом вам в таблошном формате, в табло-викбуке визуализируют, как каждое событие происходило. Было это параллельно, было это последовательно. Сколько времени потратилось на то или иное событие. Также, что очень важно, вы можете посмотреть сам запрос, который генерит табло, в том или ином случае. И в этом случае вы просто можете поменять какую-то калькуляцию, которая у вас очень сложно выполняется. На этом презентация моя закончилась. Большое спасибо. Давайте сейчас 5 минут потратим на какие-то вопросы, и пока будем переходить к практической части и открывать какие-то веб-бук. Есть ли вопросы? Да. С большими таблицами. Мы сталкивались с тем, что хотят, чтобы эти таблицы были как-то сегментированы. Где-то какой-то хедер, который разделял бы какие-то сегменты. То есть, например, сначала идет вопрос, потом какая-то, я не знаю, 100-200 строк, потом этот вопрос, другой вопрос повторяется. Нет, не сплошной. Да, вот именно какие-то сегменты таблиц, которые как-то чтобы разделили. Либо же горизонтально, чтобы это было как-то колоночки. Драг-н-дроп в таблицах хотят. То есть, ну, разная функциональность бывает. Да, если это простая таблица, простая вот полотном, то да, может работать. Вот как показано было в примере. Вот это вот приложение. Онлайн данные у нас, мы используем live connection к базе данных. Как только там обновляются данные, вы увидите их тут. И тоже табло позволяет, у табло есть сервер, куда вы, собственно, паблишите. И табло позволяет даже онлайн редактировать, что-то менять, сохранять и паблишить. Есть еще вопросы? Да. Нужно вопрос в счет количества пользователей, которые пользуются приложением на сервере. Ну, количество юзеров табло. Количество, вот сейчас у нас, например, количество полторы тысячи, по-моему, одновременных. Активных пользователей? Активных пользователей, одновременно открывающих табло. Но тут нужно смотреть еще, какой у вас источник данных. А какая архитектура табло сервера у вас используется? Для шагов лично пользуются? Не берусь ответить на данный вопрос. Можем отдельно поговорить с вами. А источник данных какой? Вертика. Вертика. Да. Есть еще вопросы? Окей, тогда давайте переходить к практическому заданию. О, おお. О, какая 오ина? Что? Вертика. Кто из вас скачивал табло или виркбуки, которые были в ссылочке в виркшопе? Отлично. У нас тема рейтинги Игры Престолов, кто смотрел. Датасорс у нас очень такой маленький, у нас всего 4 поля. Мы можем запросто посмотреть, какие у нас данные внизу, для того, чтобы понимать, как нам их лучше отобразить. В данном случае мы используем встроенный сорс данных, потому что маленький сорс, маленький файлик. Он внутри виркбука, и тут не надо ничего уже делать. Но в принципе табло позволяет очень просто присоединиться, как я уже говорила, к любому источнику данных. И список довольно-таки велик. Окей, давайте начнем. Немножко забегая вперед, мы хотим построить дашбордик. Тут все очень просто. У нас есть сезоны и у нас есть эпизоды. Что у нас еще есть? У нас есть рейтинг и количество просмотров. Как бы эту информацию можно было так сегрегировать, чтобы визуализация показывала все, и в то же время мы как-то это проанализировали, и было очень доступно. Давайте мы положили на ось сезоны. Давайте еще положим эпизоды. Не получилось. У нас получилась такая довольно-таки большая табличка. Печаль. Да, прошу прощения. Тут у нас небольшая неповадка, и дублировать я не могу. Но давайте, наверное, по-другому немножко поступим. Мы сделаем вот так вот. И будем рассматривать уже то, что можно построить. Итак, мы положили на ось сезоны, и мы положили на ось эпизоды. У нас есть по-разному, можно сегрегировать их. Это может быть как dimension, это может быть как атрибут или как какая-то метрика. В данном случае мы использовали эпизоды сезона как dimension, а эпизоды мы хотим сделать, чтобы он был такой продолжительный. Это нам позволяет разграничить верх и низ, и позволяет графики построить внутри вот этих вот, собственно, сезонов и эпизодов. Что мы сделали дальше? Дальше мы положили на ось рейтинги и сделали сумму. Тут сумма, тут тоже все очень просто. Мы просто выбрали, какую агрегацию мы хотим из дропдауна. Мы выбрали сумму, и дальше что мы сделали? Мы выбрали вот такой вот, как circles. Можно сделать линии, можно сделать что угодно, барчики. Ну, давайте оставим circles. Цвет тоже очень просто выбирается. Для этого нам нужно всего лишь выбрать какую-то палитру и покрасить. Что мы делаем дальше? Дальше мы еще один график, еще один... Давайте сделаем это, чтобы было более понятно. Делаем это наглядно. Итак, мы положили на ось вторую метрику. Она у нас отобразилась как вот одна метрика, а потом вторая. Но мы хотим сделать так, чтобы это было как один график. И все очень просто, мы выбираем dual axis. Как только мы выбрали dual axis, у нас эти графики наложились, и мы можем как-то уже анализировать это. Две метрики рядом, две метрики. Дальше мы идем, давайте их как-то разграничим и выберем линию. Теперь что мы видим? Мы видим, что в течение времени, что у нас рейтинг от сезона к сезону падает, но само количество просмотров у нас растет. Поэтому картина не очень плохая. Потому что количество просмотров растет. И это очень важно. Что мы делаем дальше? Дальше мы хотим показать, какое среднее значение у нас по сезону. Для этого мы очень просто, мы можем добавить reference, так называемый. Reference выглядит очень просто. Мы можем выбрать несколько типов визуализации. Это будет линия, либо же это будет какая-то часть. Точно так же мы можем выбрать, какой хедер мы хотим показывать. Хотим ли мы показывать значение для этого average или для нашего reference. Reference, либо нет. Мы можем выбрать цвет линии, толщину. То есть, в принципе, с точки зрения самой визуализации мы очень много контролируем, очень много тут поддается форматированию. Дальше мы точно так же можем сделать со второй метрикой все то же самое и очень просто. Что мы видим? Мы, в принципе, видим картину, общую картину по и сезонам, и эпизодам, и рейтингам, и просмотрам. Но у нас нет какой-то summary информации, которую бы мы хотели, наверное, посмотреть. Для этого мы можем сделать какие-то такие калькуляции для определения какого-то summary информации, summary цифр, которые мы хотим показать. Количество сезонов. Для того, чтобы начинать строить калькуляции, нужно очень хорошо понимать, какие данные у нас лежат внизу. Так как мы понимаем, что у нас от сезона к сезону цифра увеличивается, то есть количество сезонов – это максимальная цифра в колонке seasons. Для этого мы можем построить калькуляцию. Ох, как интересно. Max seasons. Все очень просто. После этого мы ее кладем на… не кладем на ось, мы ее просто кладем как текст. Выбираем как текст и его форматируем. Форматируем, мы выбираем, чтобы он у нас был в центре, и мы можем выбрать, какой же размер самого текста нам нужен, для того, чтобы сделать потом красивую визуализацию. Тут мы выбираем размер текста, мы его выбираем, цвет. И, собственно, все применяем. Дальше точно так же для хедера мы тоже можем редактировать наш заголовок. Мы можем выбирать какие-то цвета, фон, все что угодно. Дальше мы посчитали количество сезонов. Давайте посчитаем количество эпизодов. Количество эпизодов у нас, так как мы знаем, какой у нас дата-сорс, мы понимаем, что для одного эпизода в каждом сезоне у нас одна строка. То есть количество строк – это у нас будет количество эпизодов. Собственно, поэтому мы тут и используем дефолтную number of records, и не надо ничего встроить. Для того, чтобы повторить форматирование предыдущего уже графика, который мы отформатировали, при создании следующего можно использовать дубликат. То есть мы создаем дубликат, потом мы его переименовываем и, собственно, меняем метрику. После чего все форматирование у нас, в принципе, останется тоже. Единственное, что метрику нужно будет подформатировать отдельно. Итак, мы посчитали количество эпизодов. Но, окей, давайте теперь посчитаем среднее значение. Средний рейтинг. В принципе, вот в такой визуализации, когда мы показываем средний рейтинг отдельно, мы его можем просто сделать как average рейтинг. Рейтинг у нас есть отдельной колонкой. Мы делаем average, и все вроде бы просто. Но если мы хотим потом проанализировать и построить, какое же количество эпизодов у нас было выше среднего рейтинга, и какое количество эпизодов было ниже среднего рейтинга, нам вот такой вот average, он не подойдет. Потому что, как делает Tableau? Tableau считает average на том скопе данных, который он видит. То есть в данном случае он видит, он смотрит на всю базу, на всю табличку, и он вам посчитает среднее. Если мы говорим, что мы хотим сравнивать построчно и определять рейтинг каждого эпизода и сравнивать его с этим средним значением, тут калькуляция просто average не подойдет. Что нам тут подойдет? Нам подойдет так называемая LOD калькуляция. Что мы делаем? Мы исключаем из калькуляции два параметра, два атрибута. Мы исключаем эпизод и мы исключаем сезон. Что делает Tableau в данном случае? Tableau сделает так, что он, если вы положите на ось эпизод, либо вы положите на ось сезоны, он, вот этот вот average, среднее значение, будет считать независимо от того, вы выбрали это, вы положили на ось, либо вы отфильтровали. Он всегда будет считать это на всем скулпе данных. Теперь, когда у нас есть вот такое вот среднее значение, которое мы, оно статичное, мы можем посчитать, какое же количество у нас, какое количество эпизодов у нас выше среднего уровня и какое ниже среднего уровня. Все очень просто. Мы берем, говорим, что если мой рейтинг меньше average, тогда единичка. Если нет, тогда нолик. И все. End. Затем мы просто кладем этот, выбираем эту метрику и считаем сумму. И получаем количество эпизодов ниже среднего. Выше, в принципе, то же самое. Только это больше либо равно. Вот мы, в принципе, для каждой такой метрики, которую мы хотим показать на нашем дашбордике, мы построили отдельный чарт. И дальше мы строим дашбордик. Вот мы выбрали дашборд. Мы можем выбрать тут несколько размеров. Это может быть какой-то fixed size, в зависимости от того, какой размер вам нужен в конечном итоге. Это может быть какой-то девайс, либо же это телефон, либо это iPad. Дальше что мы делаем? Дальше нам нужно добавить наши summary кита, чарты. Для этого мы можем использовать горизонтальный контейнер. Как лучше разделять в контейнеры, либо не в контейнеры, тут тоже нужно смотреть по кейсу, потому что если вы хотите, чтобы ваш дашборд как-то автоматически полностью ресайзился, либо вы хотите, чтобы одна часть была фиксирована, а вторая часть ресайзилась, тут можно поиграться с контейнерами. В данном случае я выберу горизонтальный контейнер и положу его вверх. Дальше в этот контейнер я буду набрасывать мои чартики, которые я до этого построила. Давайте сначала положим на ось Average. Затем мы сделаем все, что ниже. Что происходит? Дальше мы положим все, что выше. И дальше мы просто сделаем количество сезонов и количество эпизодов. И количество эпизодов. И что-то пошло не так. Если мы выберем наш лай-аут, мы можем сделать... Мы можем сделать... Можем сделать, что же произошло. Вот что произошло. Для всех чартиков, чтобы они распределились красиво и одинаково, нам нужно выбрать, чтобы они распределялись по всему, собственно, по всему размеру. Итак, мы сделали чартики. Но у нас получается, что у дашборда есть свой формат, и нам нужно формат дашборда тоже подправить, чтобы он соответствовал бэкграунду нашей визуализации. Вот, собственно, таким быстрым, довольно быстрым способом за полчаса можно построить довольно-таки красивый график. У кого-то есть тут сейчас какие-то вопросы по поводу этого графика или по поводу вообще? Да. Скажите, а если бы понадобилось включить в среднее значение только те значения, которые не отподняются от среднего, допустим, более чем у вас процентов? Понятно? Есть общая средняя, да? Да. Есть общая средняя, да? Есть общая средняя, да? Есть общая средняя, да? Какие значения, которые не отполняются от общего, увлечивающего на вас процента? Как бы такое решалось? Последовательное получает? Ну, вам, получается, еще одна нужна была бы калькуляция. Вы посчитали среднее. Вам нужно посчитать среднее плюс 20%, среднее минус 20%. Вот у вас уже есть какая-то вот градация, вот нижняя граница и верхняя граница. И теперь вам нужно каждое значение поставить в рамки. Если оно попадает между вот этими вот заграничными значениями, тогда окей. Если не попадает, тогда нет. Окей, с этим мы справились. Теперь давайте перейдем к более сложному примеру. Как я уже говорила, у табло довольно-таки небольшие. Небольшой список графиков, которые он позволяет построить. Но все же в табло можно построить какую-то более нестандартную визуализацию. Как, например, вот в данном примере. Она, безусловно, немножко более сложная, чем первый пример. То есть в первом примере у нас простой сорс данных. В первом примере у нас довольно-таки простые калькуляции. И мы просто строим чардики по нашему желанию. В данной калькуляции, в данном примере тут немножко все сложнее обстоит. В первую очередь нам нужно сделать сорс таким образом, чтобы он подходил для данной визуализации. А в данном случае нам визуализацию, наш сорс данных нужно размножить и сделать вот этот вот атрибут. Мы идем из начальной точки или в конечную точку разную. В данном случае эта визуализация показывает эмиграцию людей в течение пяти лет, начиная с 2010 до 2015 года. И он показывает, с какого, собственно, материка, откуда и куда произошла эмиграция. Данная визуализация состоит из трех частей. Одна часть это левая часть, собственно, это stacked bar, который строится на основании… Получается, мы выбрали год, мы выбрали это internal или external. В данном случае мы выбираем internal равно false. И тут для цвета мы используем наш origin area, откуда, собственно, эмиграция произошла. И, собственно, количество эмигрант вольюм. Какое количество людей эмигрировали из того или иного района. В данном случае мы для второй части используем ту же самую точно такой же stacked bar. Красим его точно так же, чтобы у нас визуально все совпадало. Единственная разница, тут мы используем не origin area, мы используем destination area. То есть, куда, собственно, эмиграция произошла. Что мы делаем дальше? Теперь нам нужно построить, собственно, те линии, которые бы отображали нам откуда, куда и какое количество людей эмигрировали. Для цвета мы опять-таки используем наш origin area. Он у нас везде. Он должен быть одинаковым, иначе у вас что-то пойдет не так. Для размера мы используем наш size. И мы тут добавляем уже калькуляции, которые нам рассказывают, с каким рэнком и с какой периодичностью нам нужно показывать вот эти вот точки. В принципе, что это? Это точки, которые строятся на основании кривой, которую мы задали. Для кривой мы использовали уже наши рэнки, которые мы посчитали. Сейчас, секундочку. И для рэнков мы использовали такое понятие, как running sum на основании табло калькуляции. И мы посчитали количество людей, которые эмигрировали. Для данной калькуляции, для данного примера я вам предоставила инструкцию с последовательностью действий, потому что тут не так все просто. И нужно пошагово создавать калькуляции с определенной зависимостью и применять. Кому будет интересно, можете попробовать. Кто скачивал табло, у вас есть 14 дней, trial-версия. Да. Его можно скачать, если вы зайдете на мой векшоп в программке iUkraine. Там будет ссылочка на GitHub с вот этим вот векбуком, да. Есть еще какие-то вопросы? Я вижу, что тут некоторые все-таки делают пример. Окей, если нет вопросов, кто не делает пример, тот в принципе. Большое спасибо за внимание. Кто строит графики, я могу подойти и с чем-то помочь. Сколько не делаешь... Угу.